Каждый месяц у жителей четырех муниципалитетов, в частности Ленинского района, есть возможность посетить прием депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова. А в городе Видное у чиновника теперь и вовсе появилось отдельное помещение, где он и провел очередной прием. Просьбы, с которыми граждане приходят к народному избраннику, абсолютно разные. На каждую проблему Фетисов реагирует с полной отдачей, внимательно выслушивает людей и всячески старается им помочь. Например, жителя Подольского района Вадима Терехова волнует жилищный вопрос. Мы получили государственный жилищный сертификат. Мы купили в микрорайоне «Кузнечики» квартиру, естественно, с привлечением собственных средств по рыночной цене. И через несколько месяцев выяснилось, что мы купили квартиру у мошенников, которые ее незаконно оторгли в Министерство обороны. Министерство обороны приняло решение не подавать на нас иск об истребовании квартиры по медикационному иску в связи с тем, что была их очевидная вина, и мы были добросовестными приобретателями. Так мы жили три с половиной года. И вот через три с половиной года нашу квартиру уже во второй раз распределяют еще одному военнослужащему уже в 2017 году. И начинается очередная прокурорская проверка. Результаты которой оказались не в пользу семьи бывших военнослужащих. Прокуратура подала на Тереховых в суд и попросила освободить квартиру. Тяжба длится около четырех месяцев. Единственным для себя выходом люди посчитали обратиться за помощью к депутату Госдумы. Все, что зависит от меня, как от депутата Госдумы, мы делаем. Не только дожидаемся отписок от разных структур, но и стараемся довести дело до конца, чтобы у нас было точное понимание того, что это не просто ответ для того, чтобы ответить, а просто тот самый вариант, когда других решений быть не может. Впервые на приеме присутствовал представитель администрации Ленинского района. Теперь такая практика будет осуществляться во всех муниципалитетах. По мнению депутата, это способствует ускорению и качеству решения вопросов. Данное обращение рассматривается оперативно. И уже на приеме Вячеслава Александровича, без дополнительной какой-то переписки, будут даваться объективные ответы. Этот прием посетило 10 заранее записанных человек. Предварительная запись дает депутату возможность ознакомиться с проблемой и уже иметь представление, каким может быть ее решение. Помимо личного приема, Фетисову можно направить письма на электронную почту. А теперь еще и приносить свои вопросы в общественную приемную, которая располагается по адресу улица Школьная, дом 24А. Также в скором будущем планируется проводить онлайн-приемы с жителями всех поселений муниципалитета. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Елена Кошелева, ВиднетВ.